В ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. По прогнозам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфонда, аномально теплая погода сохранится в Центральной России до конца рабочей недели. В ближайших выпусках новостей. Новосибирское управление МВД требует почти 3 миллиона рублей с участников акций в поддержку Навального. Фейсбук удалит аккаунты Талибана и запретит весь контент, связанный с группировкой, также в Инстаграм и Ватсап. Российская премьер-лига стала 19-й в мире по уровню интенсивности футбола. Подробнее об этих и других событиях сегодня в новостях. Спасибо, Оля. Загруженность московских дорог сейчас 5 баллов. В Москве плюс 30. Предстоящей ночью 20 градусов. Завтра последний жаркий день. В среду плюс 28. С утра солнечно. После обеда возможны дождь и гроза. А с четверга температура понизится. Будет плюс 22, плюс 23. И уже хмуро. Не забывайте зонты. А вот в выходные ожидается дальнейшее похолодание. Днем всего лишь плюс 20 градусов. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Добрый вечер. Как обычно, с 18 часов 4 минут и 15 секунд начинаем программу «Вечерний РБК». Сразу напомню, что это совместный продукт «Умного радио Серебряная дождь» и холдинга РБК. Ну, строго говоря, канала, но не только канала, а всего холдинга. И, как обычно, в течение часа говорим мы на те темы из ближайших текущих новостей, которые, как нам кажется, важны или интересны для многих, а иногда и для всех из наших слушателей. И сразу же тогда обозначу сегодняшние темы. Итак, Талибан фактически, теперь уже на это нет сомнений, стал властью в Афганистане. Другой власти там на данный момент почти что нету. Ну, исключая Панширское ущелье, Панширскую долину. И собирается объявить Афганистан Исламским Эмиратом. Сейчас это Исламская республика Афганистан будет, очевидно, Исламский Эмират Афганистан. Так, во всяком случае, эта страна называлась во время правления там талибов с 1996 по 2001 год. Какими последствия всего этого могут оказаться и для региона, и, собственно, для всего мира? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы, естественно, и с экспертом, и, во всяком случае, со слушателями точно, насчет эксперта не уверен. А в России, и это тема для нашей первой части, президент Путин утвердил 4-летний план противодействия коррупции. Прошлый был 2-летний. Станет ли меньше коррупции через 4 года? И, кстати, почему 4-летний, почему не 5-летний? Привычнее было бы 5-летний план борьбы с коррупцией. Как-то так. Еще съезд можно было бы провести по этому поводу. Чтобы как-то оживить не 5-летка, а 4-летка, вроде бы уже... Разнообразие. Разнообразие какое-то, да. Или, типа, дважды 2-4, прошлый был 2-летний, а теперь удвоим его, сделаем 4-летний. Ну, в общем, ладно. Какая-то вот логику мы нашли. Бок с ним, не принципиально. Так вот, мой вопрос, собственно говоря, я его уже сформулировал. Это у нас тема на первую половину нашей программы. И вопрос у меня очень простой. Собственно говоря, он уже в том, что я сказал. 4-летний план противодействия коррупции утвержден. Там всякие выданные распоряжения разным государствам, ведомствам, министерствам, о которых я скажу через минуту. Так вот, вопрос в следующем. Станет ли ее меньше через 4 года? Как вы полагаете, дорогие слушатели? Станет ли меньше коррупции через 4 года после того, как 4-летний план, ну, по всей видимости, будет выполнен? Я так надеюсь. Пишите нам по этому поводу. Наш номер для всех видов сообщений не изменился. Плюс 7903-797-6333. Телефон прямого эфира у нас тоже не изменился. 730-101. Ну и код Москвы тоже не изменился. Это 495. Единственное, что добавлю, Ян Яныч, наш можно смотреть на YouTube-канале, там задавать вопросы. И мы будем их чуть попозже читать, так что заходите. Да, не пренебрегайте. Вечерний РБК. Да, ну и не забыть еще, естественно, про сайт www.silver.ru. Там тоже можно и слушать, и отправлять оттуда смс-ки. В общем, много разных вариантов высказать свое мнение или задать вопрос. Ну, а в конце часа у нас, как обычно, будет телерадиомост со студией РБК. Так что, в общем, к этому мы еще вернемся во второй половине. Ну, а теперь, поскольку у нас нет перерыва в данном случае, я могу смело приступать к нашей основной части. Вот, и через минуты 3-4, я надеюсь, мы сможем поговорить с нашим экспертом. Так вот, собственно говоря, как говорится, что случилось? Президент Путин подписал указ, который утверждает национальный план противодействия коррупции на 21-24 годы. А предыдущий антикоррупционный план был двухлетним. Его приняли летом 18-го года. И вот, согласно этому указу, госорганы, органы местного самоуправления и организации должны проводить мероприятия, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. Хорошее пожелание. В частности, что предполагает план? Вот тут уже идут некие конкретные поручения. Усовершенствование порядка предоставления деклараций чиновниками. Это первое. Интересно. Запрет на госслужбу для тех, кто был оштрафован за коррупционные преступления, а также ограничение людям с непогашенной судимостью, возможность руководить государственными и муниципальными предприятиями унитарными. То есть, фактически такой запрет на профессию для тех, кто был осужден, но относительно легко отделался. Улучшение проверки сведений о цифровых активах чиновников. То есть, условно говоря, давайте выясним, у кого есть криптоактивы, криптовалюты, которые по определению, так сказать, вроде бы должны быть анонимными, и попытаемся выяснить, не скрывает ли кто-то из чиновников в этих криптоактивах какие-то немалые средства. Вот следующий пункт особенно интересен. Обучение бизнесменов минимизации рисков попадания под антикоррупционные законы в других странах. Вот это вот пункт, который наводит прямо сразу на размышления. То есть, типа того, как ловче не попадать под антикоррупционные законы, или все-таки что-то другое. Ну, хорошо, будем трактовать это сомнение, так сказать, в положительную сторону. Расширение участия гражданского общества по противодействию коррупции. Ну, я так понимаю, здесь свобода прессы должна, по идее, фигурировать, раз гражданское общество. Также, может быть, вывод фонда по борьбе с коррупцией из списка нежелательных или запрещенных организаций. Создание интернет-контента, направленного на популяризацию антикоррупционных стандартов в обществе. То есть, давайте создадим, значит, некие YouTube-ролики, которые будут говорить о том, что воровать это плохо, взятки брать это просто ужасно, а вот не брать взятки это хорошо. Надо делать хорошо и не надо плохо. Как у Маяковского. Что такое хорошо и что такое плохо? А то у нас общество, конечно, не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Кроме того, обязать Генпрокуратуру и Центральный банк, дальше цитата, идет подготовить предложение по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции. То есть, ну, насколько я могу понять, речь идет о том, что банковская тайна для прокуратуры не должна быть препятствием, чтобы получить сведения о подозреваемых. При этом, очевидно, предполагается, что сами прокуроры чисты как стеклышки, а те, так сказать, досадные исключения, которые периодически всплывают и которые попадают под суд и становятся, так сказать, достоянием гласности, Ну, это такие мелкие исключения, о которых не стоит даже говорить. Значит, за последние 10 лет сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений, возмещенного ущерба, про невозмещенный и невскрытый здесь нет речи. Так вот, сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений в России составила свыше 34 миллиардов рублей, а стоимость арестованного имущества коррупционеров около 80 миллиардов рублей. Это сообщение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. И, по его же словам, за пять месяцев 2021 года в суд было направлено 3852 уголовных дела о коррупции, а стоимость имущества превысила 16 миллиардов рублей. У нас, как я понимаю, есть звонок прям живой. Давайте его послушаем. Да, все верно, Ян Яныч. Предлагаю сослушателя, потому что спикеру пока не дозвониться. Ничего страшного. Давайте, давайте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Мария Янович. Добрый день. Добрый вечер, да. Владимир. Ну, я думаю, что данная инициатива похожа на акционовнушение, как самого президента, и как и в отношении нас, как некогда делал Чумак с экрана в телевизоре, дает ставку на добро. И поэтому я думаю, что за четыре года они надеются, что несмотря на перечисленный вам перечень мер, само собой все должно рассосаться перед очередной предвыборной президентской гонкой. Еще хотел бы сказать, наиболее действенная мера будет, это не только присяга до государственных чиновников, вступая в ту или иную должность, но и в том числе для госслужащих, выдавали бы брошюру, как это было показано в фильме «Операции» с уголовными нарезками за коррупционные деяния. Это бы было более действенное, если они еще, так называемые, так называемые коррупционеры, госслужащие и чиновники находятся в обменяемом состоянии. То есть вы полагаете, что если их ознакомить со списком кар за вот такое вот поведение, то они себе это поведение изменят? Я более чем уверен, что даже губернаторы, которые миллиардами отправляют за границами все так называемое свое наворованное богачество и чувствуют себя там бесцеремонно, в безопасности, не опасаясь не только неотвратимого наказания, но и экстрадиции на историческую родину, вообще не задумываются и не знают, что в нашей стране, и не только по этим деяниям, существует в нашей стране уголовное наказание за что-либо, из уголовного кодекса, который им порой просто растаптывается, как и Российская Конституция, на различного рода инициативах от президента. Понятно, Владимир, но вот насчет некой невинности губернаторов в этом плане, я имею в виду незнание, вот как-то я, честно говоря, не уверен, хотя, конечно, все может быть, но во всяком случае, по крайней мере, не помешает насчет того, что вот если информировать губернаторов о том, что они как-то могут себя неправильно, нехорошо вести, что за это наступит некое воздаяние, в нехорошем смысле, не уверен, что это будет эффективно. Я хочу зачесть сообщение с YouTube-канала, это такая эпитафия, как мне кажется, нашей теме. Сергей пишет, коррупции меньше не станет, так как в стране отсутствует независимая судебная система, а без этого качественная борьба с коррупцией невозможна, потому что судей будет и дальше отмазывать преступников. Ну, что ж, я думаю, что у такого рода мнения довольно часто у нас будет встречаться в нашей почте, в наших сообщениях, потому что, вот, нам пишут уже активно, правда, у нас периодически зависает что-то. Ну, вот, так, а вот уже так, все-все произошло. Станислав Спятигорска, наш постоянный слушатель, пишет, четыре года чиновники будут бить себя по рукам прямо по швейцарским хронографам. Видимо, больше станет, естественно, намного больше. Коррупция – это наша госпрограмма, а я против. Как же ее станет меньше? У нас те, кто реально боролись с коррупцией, объявлены экстремистами. Алексей в тюрьме, а талибы – адекватные мужики. Где же мы? В Ботсване с севера. Так, друзьям все, остальным закон. Вот и вся борьба. Так, ну, вот еще так. Денис из Москвы пишет. Опять решили коррупцию деньгами закидать. Так, а вот Константин из Москвы. Пока не будет работать принцип законности и не будет независимого суда, коррупция останется. Ну, собственно говоря, это буквально повторяет то, о чем нам написал слушатель в Ютьюбе. Законны в нашем государстве часто по факту являются декларации. Соблюдение их не обязательно для многих групп граждан. Ну, тем временем мы дозвонились до нашего эксперта. Это Илья Вячеславович Шуманов. Это генеральный директор Transparency International Россия. Сразу же скажу, что Transparency International Россия объявлен нашими государственными органами, а точнее, министерством юстиции, иностранным агентом, организацией, выполняющей функции иностранного агента. И сразу же в этой связи скажу, что несколько месяцев назад я спрашивал наших слушателей, кому они больше доверяют, иностранным агентом или не иностранным агентом. Где-то 90% примерно написали, что иностранным агентам они верят гораздо больше, чем те, кто не носит этого почетного звания. Так что, Илья Вячеславович, если вы нас слышите, я надеюсь, вы, можно сказать, у нас почетный гость. Вы с нами, вы слышите нас? Спасибо большое. Спасибо, что вы к нам присоединились. Ну, тут много, конечно, есть о чем поговорить. Я начну с такого, знаете, вроде бы невинного вопроса. Ну, не знаю, насколько есть у вас ответ или нет. Просто, ну, с другой стороны, вы за этим как-то следите, просто хотя бы по своему роду деятельности. Так вот, предыдущий план был двухлетний. Этот план четырехлетний, предыдущий план был двухлетний. Вот можно, естественно, поинтересоваться. Знаете, как в советские времена, там, подведение итогов предыдущей пятилетки и планы на будущее. Вот двухлетний план выполнен. Можно говорить, отрапортовать, каковы успехи, каковы результаты, чем вообще меряется коррупция, и есть ли в этой области какие-то сдвиги. Как вы можете это прокомментировать? Ну, следующим образом постараюсь прокомментировать. Давайте. Значит, на самом деле, периодичность обновления этих планов это не столь существенный, наверное, индикатор, на который стоит обращать внимание. Другое дело, надо сказать, что последние восемь месяцев мы с вами прожили как-то без национального плана противодействия коррупции, и у нас ноги не сломались, вот, и работа антикоррупционная не приостановилась. Ни в правоохранительных органах, ни в Генеральной прокуратуре, ни в других, там, неправительственных, например, организациях, вот. Другое дело, что этот документ, он окормляет путь большого количества государственных органов от простого сельского поселения до, там, не знаю, директора Федеральной службы безопасности. И, разумеется, он является таким маяком для многих органов власти и чиновников именно в части того, куда надо двигаться и какие элементы антикоррупционной политики развивать. И, ну, вот в этом смысле национальный план, ну, очень важен для такого окормления и придания рамок. То есть без этих рамок они просто не знают, куда двигаться. Ну, синхронизация деятельности большого количества, у нас более 15 органов в нашей стране прямо занимаются вопросами, связанными с противодействием коррупции, борьбой с отмыванием денег. Поэтому какая-то синхронизация между ними должна быть, если не в нашем плане, то каким-то образом другим. То есть, короче говоря, если я правильно понимаю, как некий бюрократический, не жест, а как некий бюрократический шаг для того, чтобы синхронизировать, для того, чтобы обозначить направление, такой документ в рамках бюрократической логики все-таки был нужен. Я правильно вас понимаю? Или это все-таки чисто ритуальное такое предвыборное взмахивание рукой, а теперь вот у нас из мешка будет антикоррупционная политика Достона, нет? Ну, судя по тому, что это седьмой национальный план, то я думаю, что это не совсем ритуальный, наверное, элемент. Но вы совершенно правы относительно того, что действительно, ну, как бы важность в повторяемости, наверное, вот такой процедуры, что все ожидают, все ориентированы на него и все ожидают, ну, все ожидают в том, в том виде его. И важно, что этот национальный план, он касается не только, и не столько, наверное, органов власти или правоохранительных органов, но несколько разделов в этом национальном плане посвящены и гражданскому обществу, и бизнесу, и экспертному сообществу. А раньше этого не было? Это было, но вот в каком-то очень сжатом и ограниченном, наверное, в таком, в ограниченной позиции. И в этом национальном плане роль именно антикоррупционного просвещения гораздо больше, чем в предыдущих национальных планах, и это его особенность. — Хорошо. Илья Вячеславович, вы можете сказать по поводу, вот я вернусь все-таки к выполнению предыдущего, ну, есть, например, я не знаю, так сказать, очевидно, есть много индикаторов коррупции и борьбы с нею, но есть общеизвестный, ну, мне, во всяком случае, если вы знаете еще и другие, то, конечно, скажите о них. Мне известен рейтинг страны в рейтинге Transparency, то есть место страны в рейтинге Transparency International. Вот за последние два года Россия куда-нибудь переместилась с какого-нибудь места на какой-нибудь в этом рейтинге? — Ну, могу сказать, что мы находимся, ну, по-прежнему, как Россия, как государство, да, ну, не на самых высших позициях на протяжении последних, наверное, 10 лет, вот. И прогресс, ну, это такое, ну, стагнация, назовем так. Сильного падения не происходит, но и сильного роста тоже не происходит. То есть, в общем, такая тихая, спокойная гавань. — Ну, гавань я бы заменил на другое слово, менее литературное, но очевидно, что вы правы. — Хорошо, спасибо. Хорошо. Илья Вячеславович, давайте вот к способам борьбы с коррупцией, которые вообще есть в мире, попытаемся обратиться. Ну, вот там хорошо, всем известно, иногда это у нас любят повторять, а вот в Китае публично расстреливали коррумпированных чиновников. Помогло ли это? Или там, значит, ужесточение карательных мер? То есть, есть на эту тему некая одна точка зрения, что да, нужно сажать больше, нужно расстреливать больше, тогда будут бояться. Есть другая точка зрения, которая, как правило, подкрепляется статистикой, что нет, карательные меры сами по себе на коррупцию в стране практически не влияют. Или если влияют, то в минимальной степени. Вот какие, в принципе, способы борьбы с коррупцией в мире применялись, и можно ли сказать, что какие-то из них показали свою эффективность? Вы совершенно справедливо отметили, что существуют китайские или азиатские модели борьбы с коррупцией, где больше уделяют внимание санкциям и наказаниям за совершение преступлений и правонарушений. И есть альтернатива этому, назовем так, скандинавская модель противодействия коррупции, которая, в отличие от азиатской, ориентирована на просветительские практики, на повышение этики, на повышение правосознания людей, ну и формирование нулевой терпимости к коррупционным практикам. И если мы смотрим на индекс восприятия коррупции, даже если оговариваться о том, что этот индекс не всегда всех должен устраивать, то скандинавские страны и страны, которые выбрали скандинавскую модель, они в большей степени, наверное, излечены от этой проказы коррупционной и можем называть достаточно свободными от коррупционной. Ну, плюс к этому, насколько я помню, там еще Новая Зеландия в этом списке фигурирует, верхняя часть и Канада, Швейцария, вот кто-то такого вот рода, насколько я помню. Ну да, там есть перечень стран, вот, не право они все сосредоточены именно скандинавой, но скандинавская модель, вот, она направлена на просвещение с молодых ногтей, вот, она, в принципе, работает. И наш национальный план, вот, в том виде, в котором он сейчас есть, он в значительной части как раз ориентирован на некие просветительские практики, на работу с образовательными учреждениями, с преподавателями, со школьниками, вот. И если хотя бы, не знаю, половина тех инициатив, которые заложены именно в части антикоррупционного просвещения, будет реализована, на мой взгляд, ну, не знаю, через 5-10 лет мы увидим уже какие-то значительные изменения. Ну, вы оптимист, конечно, я боюсь, что я не разделяю вашего оптимизма, во всяком случае, в полной степени. А, Илья Вячеславович, вот, если в этой же связи, так сказать, просто напрашивается, вот, вы упомянули скандинавскую модель, азиатскую модель, в принципе, коррупция имеет национальный колорит и национальные корни, потому что я вот сразу вспоминаю из бессмертной, бессмертного, так сказать, еще и школьного курса, ну, как не породить родному человечку? Это же Александр Сергеевич Грибоедов, еще начало 19 века, то есть 200 лет назад. Есть, действительно, есть скандинавские страны, где воровать стыдно, и есть некий репутационный ущерб, а есть азиатские, которые в какой-то в значительной степени включают, ну, в определенной степени включают и российскую традицию, ну, как не породить родному человечку? Вот, можно ли считать, что методы борьбы с коррупцией, в частности, вот, просвещения, смогут сработать, ну, вот, тот же Афганистан, про который сейчас все говорят, в котором одна из причин неэффективности и отказа армии защищать государство, была страшная коррумпированность всего государственного аппарата. Можно ли это изжить скандинавскими методами? Да, то есть, мне кажется, что здесь очень важно говорить о том, что, ну, я в первую очередь в своем тезисе говорил о молодежи, о новом поколении, вот, людей, которые, по сути, уже являются носителями других ценностей, вот, ценностей, запрос на справедливость у них гораздо выше, и желание участвовать и в политике, и в общественной жизни, ну, нельзя сравнивать со старшими поколениями. Вот, они более активны, более цифровизованы, и мне кажется, что потенциал у юного поколения гораздо выше, чем у нас. Вот, и второй момент, разумеется, когда вы упоминаете породить родному человечку, вы говорите о немонетарных формах коррупции. Это как раз так называемые вопросы, связанные с конфликтом интересов, с клановостью, с родственными связями. И это действительно является неким важным атрибутом не только в системе государственного управления азиатских стран, но и в формате, наверное, устроения общества во многих центрально-азиатских, например, странах, или, в принципе, в Азии. Вот. Ну, и полная противоположность европейской модели технократичному такому управлению, вот, подразумевающему ответственность личную, такую даже протестантскую какую-то модель личной ответственности. И в этом смысле, конечно же, это два родительных полюса, вот, между которыми мечется Россия. Но мне очень хочется воспринимать Россию как европейской страной. Всем хочется, конечно. Я с вами в этом смысле вполне солидарен и думаю, что многим из наших слушателей тоже хочется. Но вот смотрите по поводу, так сказать, государственного устройства и модели государства. Я вот, когда стал смотреть на то, что происходило в этой области, с интересом обнаружил, я совершенно пропустил. Это, значит, 19 февраля этого года. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову и спикеру Госдумы Вячеславу Володину антикоррупционную инициативу. И в ней они предлагали, что в декларациях госслужащих должны указываться данные о доходах и имуществе совершеннолетних детей и бывших супругов. Потому что сейчас супругам только действующим, так сказать, в законном браке и несовершеннолетние дети попадают в эту декларацию. А на этих мер совершенно недостаточно, считают, значит, яблочники. И директор вот этого Центра антикоррупционной политики ЦАП говорит о том, что этот пробел создан специально, чтобы облегчать чиновникам получение незаконных доходов. Ну и предсказуемая совершенно реакция. Значит, «Единая Россия», член Комитета Госдумы по противодействию коррупции из «Единой России» Анатолий Выборный, хорошая такая фамилия для депутата, сказал, что возможность принятия подобного законопроекта крайне сомнительна, поскольку придется менять и всю идеологию антикоррупционного законодательства и даже Конституцию. То есть незачем, дескать, это делать. Вот есть ощущение, что как-то наше государство не очень-то хочет бороться с коррупцией на деле. Слушайте, вы справедливо сталкиваетесь... У нас минута только, к сожалению, сразу же предупреждаю, нам нужно будет уходить. Продолжайте, пожалуйста. Да, да, да. Анатолий Выборный, представитель партии «Единой России», центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» — это политические конкуренты, но, видимо, они не будут на одном площадке принимать инициативу другой группы. Но в целом могу сказать, что до бесконечности расширять перечень людей, которые надо указывать в декларации, невозможно. Поэтому здесь я скорее соглашусь с господином Выборным. Другое дело, что надо все-таки ориентироваться на использование уже действующих антикоррупционных инструментов, а не вводить новые. Вот это вот... Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое. Это Илья Вячеславович Шуманов, генеральный директор Transparency International России, объявленный иноагентом. Спасибо, что приняли участие. Как всегда, на многие интересные вещи не хватает времени. Но нам сейчас нужно уходить на рекламную паузу. Вернемся через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok